МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый в СССР экспериментальный квартал панельных домов на улице Ивановской. Первая экспериментальная хрущевка на улице Полярников-10. Первая в Ленинграде дискотека «Невские звезды». Всем этим в свое время прославилась Щемиловка, исторический район Петербурга, название которого до сих пор остается загадкой. Сейчас такого-то понемона на карте города вы не найдете. Исторически это село, которое было рядом с фарфоровым заводом. Кстати, вот раньше говорили не в Щемиловке, а на Щемиловке. Живу на Щемиловке, был на Щемиловке. А сейчас почему-то все чаще слышится у местных жителей даже в Щемиловке. Говорили «на Щемиловке» не случайно. Язык нес в себе информацию. Село стояло на реке, точнее, малой речке, которая была засыпана еще в 19 веке, но ее название «Щемиловка» закрепилось впоследствии изо всей местности. Щемиловка – замечательное русское слово, удивительно, теплое, обаятельное Щемиловка. В этой Щемиловке, как раз в том месте, где уже выходили из, как бы выезжали из доступного района, предгородского района, уже выезжали вдаль, в дикие места, стоял кабак, который назывался «Ущеми карман». Здесь люди расставались, прощались, здесь они садились, выпивали. Их название кабака предупреждало «Ущеми карман, не расстрать деньги, да они тебе в дороге пригодятся еще». «Ущеми карман». Поэтому так и было. Куда пошел? Ну, Щемиловка. Этот надрался он до положения рис, там, в стельку, это где? Да на Щемиловке в этом кабаке. От названия кабака – название речки. Вы понимаете? Чисто петербургский подход к созданию топонимических памятников. В XIX веке возникло и другое название Щемиловки – фарфоровская колония. Щемиловка, как и слобода, ее возникновение связано с основанием Ломоносовского фарфорового завода. Еще по велению, по-моему, Елизаветы был создан Ломоносовский фарфоровый завод. И здесь уже, по сути, это было, как сейчас говорят, городообразующее предприятие. Вокруг стали формироваться, развиваться деревни и поселки, в частности, Щемиловка. Казалось бы, развеселая, разудалая Елизавета Петровна решила построить вот этот самый фарфоровский завод, фарфоровый завод, и поручила Ломоносову и Виноградову найти секрет фарфора. Гениально! Это же поступок на века, это как прорыв в космос. Вот решение вот этой вот играющей, разбалованной как бы императрицы. Великие люди и много великих дел сделали. Что интересно, в 30-е годы здесь эта традиция жилья для рабочих продолжилась. И построен был новый жилой массив для рабочих фарфорового завода Вена. Там был построен огромный, по тем временам, протяженный дом. Это то ли из-за своей протяженности, выгнутости в виде серпа, то ли из-за такой серо-розовой окраски, в народе прозвали колбаса. В 30-е годы был построен Володарский мост, первоначально ажурный, арочный, связавший два берега, левый и правый. И своеобразным продолжением моста явилась центральная улица Щемиловки, Ивановская, получившая свое название еще в 19 веке по фамилии домовладельцев Ивановых. Однако свой основной облик улица приобрела в 50-е годы, когда была застроена зданиями в так называемом сталинском стиле, стиле советского монументального классицизма. И вот построена совершенно прекрасная, удивительная, гармоничная, торжествующая улица Ивановская. Совершенно замечательный сталинский ампир, где уважение к человеку, где красота, величие и вот эти излишества в архитектуре, которые обязаны были воспитывать хороших, умных, толковых людей. Ивановская улица для местных жителей была каким-то островком, который казался им иностранным. Мне даже старожилы рассказывали, что старожилы, рабочие пролетарского завода, которые приходили в магазины на Ивановскую улицу после войны, они называли магазины на Ивановской. И вообще у Ивановской улицы наш маленький Париж. Действительно, по сравнению с тем, что было вокруг, Ивановская улица легко могла сойти за Париж. В 50-е годы ваш паркурный слуга учился в 331-й школе. Это там, рядом с метро Ломоносовская. И пешком ходил через эту вот Щемиловку. Почему я о ней рассказываю? Я ходил через это фарфоровское кладбище, мимо этих уток и коз, которые паслись в этой вот, вот с этой самой местности, которую называли Щемиловкой. Понимаете? И здесь однажды был выставлен у райсовета, был выставлен макет, большой макет застройки этих мест. Мы удивились, школьники. Мы не верили, что можно так сделать вот это заброшенное место, вот это кладбищенское, само название-то, улица Бабушкина, это же Кладбищенская улица. Представляете, она шла вот прямо посреди кладбища. Это, можно себе представить, что это за места. Это Белевское поле, наполненное хулиганами. Там вообще один фонарь на все Белевское поле был. Белевское поле с одним фонарем, нынче это проспект, застроенный еще в 60-е и 70-е годы и сохранивший свое историческое название. Интересное название, да, Белевское, вроде русское слово. А на самом деле оно происходит от фамилии английского механика Давида Беля, семья которого проживала здесь в течение 40 лет. Механик, который работал на Александровской мануфактуре. И в течение 40 лет его семья, его дети арендовали эту территорию. Поэтому называлось Белевское поле. А бульвар Красных Зорь назван так не потому, что зори тут бывают красными, а в память о революционной романтике. В 60-е годы это было актуально. Но сегодня для новых поколений жителей Щемиловки название бульвара звучит просто романтично. Без революционного послевкусия. Бульвар Красных Зорь – это тоже место свиданий и прогулок. Здесь, как и сейчас, раньше здесь гуляли мамочки с колясочками, здесь гуляли парочки. Я ходила по этому бульвару в школу и возвращалась из школы. Поэтому я очень люблю этот бульвар. Я помню, когда наступала ранняя весна, приблизительно как сейчас, появлялась первая травка, было ощущение весны, и с Невы всегда дул такой приятный свежий ветер. Купаться ходили на карьер и в ров от ТЭЦ. На карьере, кстати, раки были. Там не просто купались, там ловили раков, тут же их в котелках варили, значит, в кастрюлях ели. Тоже место отдыха было. И несмотря на то, что запрещали везде таблички были не купаться, вода непроверенная, никто на них не обращал внимания, потому что в Неве была вода. Мало того, быстрое течение, так оно еще и, в общем-то, грязное было. А карьера – это было место отдыха, конечно. Это было такое озеро. А это живописное место петербуржца зовут и садом, и парком, и, как 200 лет назад, Куракиной дачей. История Куракиной дачи нас отнесет вообще в 18-е ве, хотя сам князь Алексей Борисович Куракин владел всего 3 года этими землями, а потом они перешли в собственность Николаевского Северопского института. Исторически, конечно же, Куракину дачу следует отнести к селу Александровскому, соседнему с Щемиловкой. Но, конечно же, это излюбленное место отдыха и жители Щемиловки. На самом деле, очень приятный парк, сквер, где мы гуляли после школы. Потом, раньше не было набережной, потом Куракина дача сразу выходила к Неве. На самом деле, было очень приятное место. У меня связаны самые лучшие романтичные воспоминания. Сама Куракина кончалась где-то в 50 метров здесь, за забором была агростанция. Это любимое место всех мальчишек местных. Дед с берданкой, с солью, и мы лазили через забор, воровали яблоки, пока не догадались спросить у деда. Дед сказал, доберите, ребята, только деревья не ломайте. Яблони еще остались. Вот это вот все деревья, это яблони стоят. А кустарник здесь были, смородина, крыжовник, все это. Это уже пропало, конечно. Как только забор на 50 лет советской власти сняли, было постановление все заборы снять, сразу же добрые люди на даче все это увезли. Дачи, дачный бум – это 70-е. А в 80-е годы в моду входит диско. И здесь Щемиловка идет в авангарде всего Ленинграда. В советские годы Щемиловка так точечно вдруг становилась центром притяжения молодежи. В 80-е годы это была дискотека, устроенная в ресторане Вена. В 60-е годы на Ивановской улице было очень известное, очень популярное в городе кафе «Фантазия», оформленное крайне интересно в современном для того времени стиле, куда тоже съезжалась молодежь со всего города. И, конечно, кинотеатр «Спутник» тоже был центром притяжения жителей Щемиловки. Но не все знали, что раньше на этом месте находилось историческое кладбище – фарфоровское. Оно было уничтожено, стерто с лица земли. Сейчас эту территорию вновь пытаются застроить. И какая-то есть что-то в этом инфернальное, что торговать и развлекаться в наши дни пытаются на месте бывших церквей и кладбища. Недавно был установлен памятный крест на месте духовской церкви. Сейчас остался единственный возрождающийся католический костел. Коренные жители Щемиловки, между тем, всегда дорожили своим районом, считая по праву и его, и даже каждый дворик своей малой родиной. Вот у нас был такой дед Никита, я его помню. Я не помню его фамилию, а помню все его дед Никита. Он собрал пацанов, дал по ветке тополе и сказал – сажайте. И мы посадили. И дед Тополя мой до сих пор растет. И очень много таких вещей было. Делали не потому, что за это заплатят или скажут что-то. Делали потому, что для себя мы здесь живем. И вот двор наш зеленый, потому что это мы сделали его. И очень много таких вещей. И жалко, когда это все уходит. Вот радует, что здесь стали сажать деревья опять. Это радует. Да, район застраивался, менялся. Но связь с историей долго держали старинные названия улиц. Малая Щемиловка и Большая Щемиловка. Однако в 1940 году улицу Большую Щемиловку переименовали в Фарфоровскую, а Малую Щемиловку в улицу Полярников. И Топонин Щемиловка исчез из современной карты Петербурга. Тем не менее, народное название местности Щемиловка, как и в старь, передается из уст в уста. Все-таки нет ничего более долговечного, чем, казалось бы, хрупкая человеческая память. Малая Щемиловка и Большая Щемиловка. Малая Щемиловка и Большая Щемиловка. Редактор субтитров А.Семкин